Девятиклассники школы имени Каныша Сатпаева устали от постоянных побоев и решили обратиться не в полицию, а сразу главному прокурору области Ибрахиму Иманову. В анонимном заявлении ребята пишут, что преподаватель не знал пощады. Однажды, после очередного урока физкультуры, один из учеников даже попал в больницу с повреждением головы. Но так ли это на самом деле? Заявление Ибрахим Иманов перенаправил в прокуратуру Мактаральского района. Он дал поручение провести расследование и доложить о результатах до 28 апреля. В школе сейчас работают сотрудники надзорного органа. Как директор школы об этой ситуации я ничего не знаю. У меня нет данных о том, что ученики получали травмы на уроках. Мы беседовали с тем самым учителем физкультуры. Он говорит, что силу в отношении учащихся не применял. 31-летний физрук, которого обвиняют в насильственных действиях в отношении несовершеннолетних, в этой школе работает с 2010 года. Со слов мужчины, он никогда не занимался боксом, как говорят потерпевшие, и руку на детей не поднимал. Я не согласен с тем, в чем меня обвиняют. Никакого отношения к боксу я не имею. У меня есть свой спортивный кружок, но мы занимаемся Тогас Кумалак. Расследованием этого дела занимается и специальная комиссия при районном отделе образования. Кто именно писал заявление, неизвестно. Сами ученики свою причастность отрицают, ровно так же, как и избиение их физруком. Чтобы выяснить, на самом ли деле преподаватель избивал учеников, мы направили письмо в отдел образования, чтобы они этим занялись. Чем же закончится эта история и написано ли в анонимном письме «Правда», станет известно в ближайшее время. Рауль Габитов, Абзал Турабеков, новостная служба телеканала ТВК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова